Как вы справляетесь со стрессом? По большому счету никак. Если вы действительно знаете рецепт, то вы не будете смотреть это видео. Если же вас этот вопрос интересует, то все методы и способы, которыми вы пользовались, не работают. Стресс давно уже приобрел характер даже не эпидемии, а пандемии. Эта проблема захватила страны, континенты, планету. И с каждым годом эта проблема только ухудшается. А это значит, что рецепт от этой болезни не существует. Если бы был рецепт, то стресса бы не было. А почему так произошло? Дело в том, что никто вам не даст ответ. А что такое стресс? Чаще всего в одну кучу сваливают стресс и хроническая усталость. Спросите любого врача, психолога, ученого, просто прохожего, откуда у вас хроническая усталость. И вы услышите, что это последствия стресса. То есть это знают все. Но избавиться от этого невозможно. А может такое быть, что это знание неправильное? Ведь когда-то все знали, что земля плоская. Поэтому мы имеем все эти дикие способы избавиться от стресса и усталости. Принимайте витамины, отдыхайте на природе, займитесь уборкой квартиры, почитайте книгу, сходите в кино и многое-многое другое. Сейчас я это говорю и прямо слышу. Что значит дикие способы? Мне ведь это помогает? Вам может быть помогает. А другому? А всем остальным? А если это работает не со всеми, значит не рецепт, а повезло. Классно, что тебе пришла нужная карта. А если нет, то так всю жизнь и быть в проигрыше, общего рецепта борьбы со стрессом и хронической усталостью не существует. Получается, что вам так всю жизнь не брести в потемках? Нет. Ведь существует общая формула борьбы со стрессом и хронической усталостью. Если вы поставите в эту формулу ваши данные, то получите ваш способ борьбы с этим недугом. Способ, работающий на все 100%, но только у вас. Не пытайтесь делиться этим способом с вашими близкими и окружающими. У них это работать не будет. Поделитесь с ними этой формулой. Пусть решат эту задачу самостоятельно. Результат стоит того, чтобы потратить на это несколько часов. Вернуть в свою жизнь энергию, уверенность в себе, радость в жизни, счастье. Давайте разберемся с вопросом, что такое стресс и хроническая усталость. Стресс – это не специфический ответ организма на воздействие неблагоприятных факторов. Так нужно избавляться от страха. Нужно избавляться от способности организма адаптироваться к неблагоприятным факторам? Конечно нет. Просто произошла подмена понятий. В понятие стресс внесли определение дистресс. Он же негативный стресс. Стресс потери. Произошло это потому, что ученые посчитали, что существует внешний негативный фактор, который истощает ни одну систему. А также другие регулирующие системы организма. В этом ролике я расскажу, что это сваливание в одну кучу разных понятий, ощущений, клинических проявлений, лишь что запутало. И сейчас мешает нам найти путь выхода из этого лабиринта. Вот за четверть века я занимаюсь проблемой математической моделирования нервной системы. И на этом канале я рассказываю о практическом применении этой модели. Каким образом знание законов, принципов работы нашей нервной системы позволяет вам изменить свою жизнь так, как вы этого хотите. Вернуть в свою жизнь энергичность, уверенность, спокойствие, радость. Избавиться от хронической усталости, депрессии, добиться успеха, как я уже сказал, бороться со стрессом не нужно. Это способность нашего организма выживать. Избавиться нужно от дистресса. Точнее, от его проявления хронической усталости и истощения. А это, кстати, является не стрессом, а его противоположностью. Неспособностью организма к адаптации. Дело в том, что по нашим нервам не протекает ни стресс, ни усталость, ни картинки, ни звуки. Только электрические импульсы. Этих импульсов может быть много и мало. Вот именно мало мы и определяем, как усталость или сильная усталость, истощение. Наша нервная система – это великолепный электрический прибор. И чем больше электроэнергии приходит в мозг, тем больше задач он способен решать одномоментно. Все зависит от того, на что этой энергии хватает. И наши эмоции – это только индикатор количества электрического тока, поступающего в нас в мозг. Не более того, чем больше электроэнергии поступает, достигает мозга, тем более мы радостные, энергичные. Источником электричества в нашем организме являются рецепторы. Это они превращают в электрические импульсы все виды энергии, их окружающие. Все рецепторы с достаточной долей и условностей можно разделить на две большие группы – на внешние и внутренние. Внешние рецепторы реагируют на изменения внешней среды. Они преобразуют в нервную энергию, энергию Солнца, Земли, воды, воздуха. Внутренние рецепторы реагируют на изменения состояния нашего организма. Но сильные изменения этого состояния мы воспринимаем как боль. Т.е. на наши микрогенераторы оказывают влияние только два источника энергии – окружающие мир и внутренняя боль. Те самые пресловутые пряня и кну. Что не так с этими источниками энергии? Почему? Один стимулирует стресс, а другой – дистресс. Один дает огромное количество энергии, а другой истощает. Элементарно, в оценку. Энергия внешнего мира мы просто получали. Ее количество настолько колоссальное, что мы не способны повлиять на ее количество. Мы просто берем столько, сколько сможем. А ее еще останется достаточным для использования сотен миллиардов живых существ. С энергией мулли дело обстоит иначе. Рецепторы работают только на динамике, только на изменениях. А чтобы произошли изменения физического и химического состояния нашего организма, необходимо приложить туда энергию. Энергию нашего организма, в том числе нервную, электрическую. А откуда ее взять? Из внешнего мира. То есть вместо того, чтобы тратить энергию, выработанную внешними рецепторами, на работу нервной системы, работу нашего мозга, мы тратим ее на изменения организма, чтобы могли работать внутренние рецепторы. Таким образом, при подключении энергии к боли, общее количество энергии в организме уменьшается. Нарастает дефицит энергии. Чем больше нарастает дефицит, тем больше нужно подключать энергию к боли. Значит, тем больше вновь нарастает дефицит энергии. Так формируется синдром хронической усталости, истощение. Можно спросить, а зачем включаться энергии к боли? Ведь я же сказал, что энергия внешнего мира бесконечна. Да, энергия бесконечна. Конечно, наша способность ее воспринимать. Дело в том, что в результате перенесенных травм, инфекций, увеличится электрическое сопротивление нервных путей. Нервные импульсы переключаются на волокна с большим электрическим сопротивлением. В нашем мозге постоянно происходит образование новых связей между нервными клетками. Это формирует огромные рефлекторные комплексы, которые мы называем своим опытом, своими знаниями. Еще эти комплексы можно сравнить с микропроцессором. Каждый микропроцессор выполняет только те действия, на которые он запрограммирован. Эти микропроцессоры, кроме того, отличаются друг от друга электрическим сопротивлением. Количеством электроэнергии, которое проходит через данный рефлекторный комплекс, нервный путь в мозг. Этот механизм объясняет, почему один опыт, одно воспоминание делает нас более энергичными и счастливыми. Другое знание отнимает у нас энергию, делает нас несчастными. Причем тут счастье. Наши эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше энергии поступает, тем более мы счастливы. Более подробно о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина», которой нет. Ссылки я оставил в описании. Вот теперь мы подошли к практическому применению той информации, которую я вам дал. Нас делают несчастными и уставшими тот опыт, который работает на энергии боли. Каждый раз, когда включаются эти воспоминания, вы начинаете испытывать физически, а зачастую непонятный дискомфорт. И первая ваша мысль – я не хочу этого делать. Если вы включите дисциплину, начнете действовать на перекос свои лени, перебарывая этот дискомфорт, то вы выполните задачу. Но цена этого будет слишком высокой. Каждый раз, поступая таким образом, вы берете энергию в кредит у своего здоровья. И платите потом за это слишком высокий процент. Результатом такого поведения будет истощение, хранение психологической усталости, глубокая апатия. Значит, избежать этого можно только одним способом. Нужно делать только то, что делает вас счастливым и энергичным. Выбирайте только те цели и ту деятельность, которые приносят вам радость. Прежде, чем поставить перед собой цель или заняться какой-то деятельностью, ответьте себе на один вопрос. Если я получу это сейчас, то буду я счастлив? Сейчас, завтра, через год, через 10 лет? Если ответ однозначно да, то в путь. Если вы сомневаетесь или точно нет, то это не ваша цель. Она навязана вам, окружающими. Нет ничего печальнее работы, которую вы ненавидите, которую вы выбрали, интересуясь мнением родных и близких. Это то, что касается цели. Но в каждой цели ведет долгий путь, состоящий из множества шагов. Мало кто знает. Можно сказать даже так. Мало кто задумывался над тем, что каждый из этих шагов тоже должен приносить удовольствие. Любой шаг, любое действие, которое ассоциируется у нас с физическим дискомфортом, станет непреодолимой преградой на пути к вашей цели. Потому что именно этот шаг, повторяемый изо дня в день, вызовет у вас дефицит энергии. Механизм дефицита я только что описал. Вы не пойдете дальше, вы споткнетесь, вы прекратите триплых акций из-за нарастающего истощения. Поэтому продумайте точно так же каждый шаг по пути к вашей цели. Если не так глобально, то продумайте каждое свое действие в течение дня. Не бойтесь, количество поступков, совершаемых вам ежедневно, невелико и достаточно однообразно. Ответьте себе на один вопрос. Делает ли это шаг, это действие меня счастливым? Или, может быть, даже думая об этом, я становлюсь несчастным и больным. И так шаг за шагом разберите весь день и весь путь. Замените те шаги, которые делают вас несчастными, те, которые вам не хочется делать. Каждый раз, когда вы будете исключать из своей жизни эти шаги, приносящие вам боль, вы заметите, что ваша работоспособность увеличивается. Ваше настроение улучшается, вы наполняетесь энергией. Эти шаги так же индивидуальны, как и рефлекторные комплексы, их вызывающие. Так же индивидуальны, как отпечатки пальцев. Поэтому давать советы о том, какие шаги нужно заменить и на что их заменить, это бесперспективное занятие. Это упражнение каждый должен сделать для себя сам. А что делать, если вашу работу вам выбрали родители? Вы ее ненавидите. Вы настолько выгорели, что у вас нет энергии даже на то, чтобы сделать это упражнение. Вы не хотите этого делать. Вы испытываете комфорт от одной мысли о какой-то умственной или физической деятельности. Можете оставить все как есть, пока инфаркт или петля не прекратят ваши страдания. А можно использовать для достижения науки. Пройти курс аппаратной психотерапии аудиокатарстис. Все, что для этого нужно, это надеть наушники и продолжить заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Этот физиотерапевтический метод изначально создан для восстановления оптимальной проводимости нервных путей. Уменьшая электрическое сопротивление нервных путей, он добивается того, чтобы энергии внешних рецепторов стало более чем достаточно. Альтернативная энергия более перестает быть нужной. Длительность курса зависит от того, как сильно выражен ваш дефицит энергии. От нескольких часов до нескольких месяцев. Результатом проведенной аппаратной психотерапии будет повышение энергичности, работоспособности, настроения. Эти изменения вы заметите быстро. А насколько энергичной вы хотите быть? Зависит только от вас. Много счастья не бывает. Проводите сеансы аппаратной психотерапии аудиокатарстис. Наполняйте свою жизнь энергией, уверенностью в себе, счастья. Избавьтесь от усталости, истощения и стресса. Будьте здоровы и счастливы.